Добрый вечер, друзья, спасибо, что смотрите. Меня зовут Алексей Гоман, это означает вы на официальном YouTube-канале Дмитрий Гордон. Сегодня с нами журналист и экс-депутат Государственной Думы России Игорь Яковенко. Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Друзья, ну вы просили звать Игоря Александровича чаще, как видите, ваши комментарии, они дают результат, поэтому оставляйте ваши отзывы и пожелания под этим видео тоже. Ставьте лайки и подписывайтесь на YouTube-каналы Дмитрия Гордона, Леся Бацман и в гостях у Гордона, а также на YouTube-канал Игоря Яковенко, там тоже интересно. Мы будем начинать. Начать бы хотел с того, что Украина сегодня снова подверглась ракетному обстрелу со стороны России. В этот раз Герасимов решил воевать с учебными учреждениями. В Харькове пострадал университет городского хозяйства, было снесено несколько этажей. В Херсоне под обстрелом оказался лицей. И вот эти обстрелы, которые продолжаются, они по большому счету оккупантам не приносят ничего, кроме страданий украинцев и человеческих жертв, или просто то, что люди оказываются в больнице, вот как сегодня. Как вы считаете, зачем эти обстрелы продолжаются? Это ритуальные жертвоприношения. Дело в том, что то, что делает путинская фашистская орда, или, скажем так, путинский рейх, это не какое-то действие, которое имеет рациональный смысл. Вообще рационального смысла эта война не имеет. Не случайно на протяжении всего периода, вот уже скоро будет год, как ведется эта война, до сих пор внятного членораздельного ответа, зачем все это устроено, Путин так и не дал. Многочисленные смены объявленных целей войны, значит, то, что это деноцификация, демилитаризация, борьба с какой-то вавилонской блудницей, еще с Западом, с НАТО и так далее. Потом заявление о том, что это война ради сохранения жизни, ну, так, тоже специфический такой плагиат от Оруэлла, о том, что это война ради сохранения защиты России. Ну, и сейчас уже идет постоянное, вот в российской пропаганде, в российских вот этих вот безумных шоу ненависти, постоянный разговор о том, что война – это, на самом деле, нормальное состояние человека. Мир – это какая-то вот, какая-то девиация, какое-то отклонение от нормы, а нормой является эта война. Об этом говорит Соловьев, об этом там еще год назад говорила глава Хантамансийского, самого богатого региона России, Хантамансийского Комарова, значит, говорила о том, что война – это любовь, война – это дружба и так далее. То есть, ну, в общем, вот такая вот ахинея. Война – это хорошо. Россиян готовят к войне, к войне постоянной, к войне как цели. То есть, война как самоцель. И в целом вот эта вот мифология, которая заменяет Россию идеологию, потому что разница между мифологией и идеологией заключается в том, что у идеологии есть образ будущего, а у мифологии нет. Мифология обращена к прошлое. И вот она требует жертвоприношения. Просто убивают, просто чтобы убивать. Совершенно очевидно, что уничтожение больниц, уничтожение мирных граждан, уничтожение кварталов или домов на территории Украины не имеет никакого военного смысла. Это делается просто для того, чтобы, ну, чтобы было. Вот сеять смерть, потому что это и есть цель. Вот российский политолог Дмитрий Травин написал, что у Кремля было два варианта идеологии после двух десятилетий неопределенности. Вот я зацитирую. Первый вариант. Значит, страна, Россия – страна больших возможностей. Второй вариант. Россия – жертва бесчисленных врагов. Очевидно, что в Кремле выбрали вторую версию. Вы, как я понимаю, с этим согласны. Только для кого эта идеология? На кого она рассчитана? Это не идеология. Вот, ну, Дмитрий Травин – это, я не думаю, что мы сейчас будем обсуждать этого персонажа. Но здесь, конечно, явная подмена тезиса. Просто вот фраза «Россия – жертва врагов» – это не идеология. Идеология, еще раз подчеркиваю, это образ будущего. Значит, и вот это вот, это обращенное в прошлое. То есть, все разговоры Путина о том, что вот сейчас вот он копается в истории, значит, рассказывает о том, что, значит, он приехал в Волгоград, который срочно к его приезду переименовали в Сталинград, и заявил о том, что вот снова, там, как и в прошлом, танки-леопарды грозят нашей земле. Ну, я уж не говорю о том, что никаких танков-леопардов во Второй мировой войне не было. Они появились только в сентябре 65-го года, то есть, через 20 лет после окончания войны. Ну, вот, ладно, это вопрос к полной деградации администрации президента. Оттуда ушли все люди, которые когда-то учились в средней школе. Вот, но дело в том, что вот это вот патологическое обращение к прошлому – это и есть мифология. Да, вот, в ходе этой мифологии была выработана вот такая вот идея, что Россию всегда, на Россию всегда нападали, начиная там с миллион лет назад еще нападали, значит, англосаксы под видом динозавров, потом, значит, нападали хазары, печенеги, половцы, так сказать, всегда нападал Запад. Ну, то, что там хазары, печенеги, половцы, тот еще Запад, но неважно. Это все, вот, история здесь не имеет никакого значения, это все фолк-хистори в чистом виде путинский. Поэтому это рассчитано, на самом деле, в основном на такую аудиторию, очень-очень стремительно сужающуюся аудиторию путинского телевизора. Это вот сторонники Соловьева, вернее, поклонники Соловьева, Киселева, Скобеева и так далее. Эта аудитория не очень большая, она довольно стремительно сужается, но это аудитория, которая задает, и сам вот этот тренд, это задает как бы параметры того, что можно. То есть в чем смысл вот этих вот всех мантр и постоянных камланий? Они обозначают разрешенное, а все остальное запрещено. Это не значит, что вот когда Путин говорит, что, значит, там коллективный Запад напал на Россию опять, причем очень смешное тоже историческое, так сказать, высказывание, потому что коллективный Запад, а Соединенные Штаты Америки входят в коллективный Запад, а Великобритания входит в коллективный Запад. Те страны, которые были союзниками, союзниками Советского Союза во Второй мировой войне. Ну, что мы в самом деле, значит, историк Путин тот еще. Человек глубоко невежественный, потому что человек, который, безусловно, получил диплом, значит, Ленинградского университета просто за то, что его вот это бандформирование, контора по названиям секция дзюдо, откуда он, собственно, и получил путевку и в КГБ, и в университет, они его просто, ну, в общем, все, кто жил в Советском Союзе, хорошо знают, что такое, так сказать, спортсмены, которых направляли в университет. Это люди, которые не учились ничему, никогда на лекции не ходили, им просто ставили зачеты и экзамены. Вот Путин именно такой вот студент был, человек глубоко невежественный, который сейчас рассказывает всему миру, россиянам, так сказать, что из себя представляла история России. Это рассчитано на очень узкий круг людей, но это означает, что называется, обозначение нормы. Вот они обозначают норму, что надо думать так. А тем, кто будет думать иначе, ну, вот есть специальные люди, которые придут, положат на пол и наденут наручники. Как это было, например, с семейной парой, которая в Краснодарском крае решила поговорить за столом об Украине. Ну, просто-напросто по доносу, так сказать, местных доброходов, люди в частном разговоре, в приватном разговоре за столом разговаривали об Украине. Пришли, положили на пол, надели наручники, отвезли в каталажку. Вот для того, чтобы люди знали, о чем нельзя говорить, и что можно, а что нельзя говорить, существует вот это то, что этот человек назвал идеологией. Этой идеологией, конечно, не является. Давайте еще остановимся на поездке Путина в Волгоград. Если уже вы затронули его высказывание, хотел бы как раз сосредоточиться на немецких танках. Фраза Путина просто облетела все ключевые СМИ ФРГ. Вот для наших зрителей хотел бы зацитировать. «Нам снова угрожают леопардами, на борту которых кресты. И вновь собираются воевать с Россией руками бандеровцев». Преступник выдает себя за жертву. Такой вывод сделали немецкие СМИ. Согласны ли вы с ним? Ну, конечно, это очевидно. На самом деле тут все перевернуто. Ну, я уж не говорю о такой мелкой погрешности. Не будем слишком строги к глубоко безграмотному человеку, невежественному человеку, Владимиру Путину. Ну, что ж смеяться над человеком, который просто, видимо, не учился никогда в школе. Потому что любой человек, который учился в советской школе, хорошо, ну, уж Вторую мировую войну изучали под видом Великой Отечественной. И все хорошо знали, что за танки были на вооружении вермахта. Все эти пантеры, тигры, так сказать, все наизусть знали. Это же интересно, особенно мальчишкам. Но Путин, видимо, в школу не ходил. Он занимался другими делами. Но сама вот эта вот реконструкция, понимаете, вот за этим, за всем. Волгоград переименовали в Сталинград. Значит, устроили там вот это вот шоу. Это реконструкция. Это действительно вот такое вот большое ритуальное действие, которое очень соответствует в целом мифологической картине мира, которую выстраивает Путин. Это ритуальное действие. И вот в ходе этого ритуального действия создаются вот такие мифы. Значит, ну, в данном случае абсурд заключается в том, что, конечно, все ровно наоборот. Значит, тогда Третий Рейх напал на Советский Союз. И прежде всего, главный удар на себе выдержала Украина. То есть, по сути дела, если говорить вот конкретно о сегодняшнем дне, то именно Украина стала главной жертвой удара Третьего Рейха. Сегодня именно Украина становится жертвой ударом Путинского Рейха. То есть, все происходит ровно наоборот. Действительно, агрессор выдает себя за жертву. Я хочу обратить внимание на давнишнее, ну, не давнишнее, а сравнительно недавнее путинское высказывание, когда он рассказывал о том, что на самом деле войну, Вторую мировую войну выиграл даже не СССР. Вранье о том, что войну выиграл СССР без помощи союзников – это давнее вранье. А тут появилось новое вранье, что, оказывается, войну выиграла не СССР, а войну вполне могла бы выиграть одна Россия. Это сравнительно недавнее высказывание Путина, который говорил, что, ну, смотрите, сколько жертв понесла Россия, там, 70%. Я, правда, не знаю, откуда это взято, но бог с ним. Так вот, по количеству жертв он утверждает, что войну вполне могла бы и одна Россия выиграть. Ну, полный бред, если учесть, что если бы, ну, там, я не хочу таких мысленных исторических экспериментов проводить, но если представить себе, что удар был бы нанесен сразу непосредственно по России, минуя Украину, то, в принципе, немцы дошли бы до Урала. Ну, просто надо посмотреть территорию, которую прошли немцы. Если бы они наступали с границ современной России, то они бы дошли до Урала. И чего бы, где бы, так сказать, останавливали немцев, да? И кто бы их останавливал? То есть, ну, это бред вообще полнейший. Поэтому Путин, вот, порождать, ему очень важно и очень нужно сегодня внушить, это очень тяжелая задача, внушить, что Украина не должна существовать. Проблема вот сегодняшней ситуации заключается в том, что все-таки, ну, довольно сложно большому количеству россиян, ну, не беру там сумасшедших совершенно, внушить, что украинцы враги. Я хочу обратить внимание на то, что это сейчас делается, именно подчеркиваю, не какие-то бандеровцы, не какие-то там, не какое-то руководство, киевское руководство, там, Зеленское ужасное или еще кто-то, а весь народ Украины является врагом. Буквально недавно об этом сказал режиссер Шахназаров. Шахназаров это, ну, такой человек, который усилиями российской пропаганды выставляется в качестве главного гуру, главного великого мыслителя, такого теоретика. Хотя, правда, непонятно, что он когда написал как мыслитель, и что он сказал как мыслитель, это никому неизвестно. Но он мыслитель. Вот табличка такая у него на лбу, значит, мыслитель, значит, татуировка. Так вот, мыслитель Шахназаров заявил следующее, что весь украинский народ – это предатели. Не власть, не киевская власть, не бандеровцы, не нацисты. Украинский народ – весь предатели. Предатели потому, что вот мы 300 лет были вместе, мы вместе строили Украину. Кто там строил Украину вместе, понятия не имею. Каким образом Шахназаров вместе строил Украину, неважно. Ну, вот вместе строили Украину, а теперь они предатели, они предатели, весь народ. Это в чистом виде нацизм. В чистом виде, когда обвиняют не просто кого-то, отдельных представителей власти или еще что угодно, а весь народ объявляется предателем – это нацизм. То есть, речь идет именно подведение какой-то смысловой базы под то, что называется деноцификацией. Деноцификация – это не смена власти. Это уничтожение народа. Это просто надо иметь в виду. Еще о поездке Путина в Волгоград. Вот сама вот эта картина, значит, бронированный ауэллс в сопровождении 25 машин-кортежа. Едет по пустынным улицам. Люди дали выходной для того, чтобы они не пересеклись, значит, с президентом России. Эти баннеры, которыми завешены полуразрушенные какие-то отдельные дома. СМИ сообщали, в том числе настоящее время, о том, что в городе, значит, отловили бездомных собак. Как мэра или губернатора этого региона отправили на 9-дневный карантин. Установили памятник Сталину, естественно. Вот эти таблички переименования с Волгограда на Сталинград. Вот эта вот вся картина, она вас лично на какие мысли наталкивает? Она у вас может с чем-то ассоциироваться? Ну, это реконструкция, это театральная постановка, это реконструкция, понимаете. Вот вся эта история войны против Украины, она началась, ну, как заявил вот этот вот безумный военный преступник Гиркин. Он же реконструктор, понимаете. Это не случайно. Это вот реконструкция. То есть он заявил о том, что мы начали войну, то есть он, правда, действительно начал войну. Если не иметь в виду оккупацию Крыма, то войну на Донбассе начал его отряд, который пришел. Это россияне, которые пришли, значит, в Донецкую область, свергли там местную власть, перерезали, так сказать, местных депутатов, вспороли животы людям, которые пытались сопротивляться, поубивали всех, захватили местное, так сказать, отделение внутренних дел и начали вот эту войну. Это реконструкторы. Это люди, которые живут в прошлом, живут с башкой повернутой назад в прошлое. И, по сути дела, вот то, что делает Путин, это попытка реконструировать. Причем, поскольку, ну, я не знаю, я не очень интересовался творчеством господина Гиркина, но, судя по всему, он все-таки историю хоть чуть-чуть знает. А Путин, в отличие от него, историю не знает совсем. Поэтому он реконструирует то прошлое, которое в его сумасшедшей башке существует. Вот все, что происходит, это реконструкция. Мы живем, к сожалению, по очень простой причине, потому что у этого безумца в руках ядерная заточка. Поэтому вот сейчас, ну, мир в некотором затруднении. Как его разрушить? Это классическая ситуация террориста, который угрожает миру гранатой, бомбой. Но у Путина атомная бомба. Поэтому мир временно, так сказать, в затруднении. Каким образом его разрушить? Я полагаю, что сейчас наверняка многие профессионалы думают о том, как решить проблему конкретно Путина. Так же, как в свое время была решена проблема Усамы Бен Ладена с помощью, так сказать, операции «Копье Нептуна». Команду на проведение которой, кстати, дал самый такой вот беззубый, самый безвольный президент Соединенных Штатов Барак Обама. Именно он дал команду на уничтожение Усамы Бен Ладена. Ну, вот сейчас опять у власти демократ. Значит, тоже человек, которого, американский президент, которого обвиняют в нерешительности и так далее. Но я абсолютно убежден, что сейчас в целом ряде спецслужб рассматриваются варианты проведения спецопераций по уничтожению вот этого маньяка по фамилии Путин. Потому что это самый простой способ прекратить войну. Друзья, добрый день. Вот такая у нас обстановка. Видите, света нет. Опять спасибо нашим русским, в кавычках, братьям, чтобы они горели в аду. За все, что они для нас сделали хорошего, в кавычках, опять-таки. Вот сейчас сижу, подписываю для своего магазина мерча «Гордон Шоп» книжки. Вот уже, видите, вот такая лампочка у нас. Вот такая, видите, как на батареечках. Вот уже девять книжек подписал. У меня осталась десятая одна. Вот такая вот, видите. Сейчас буду подписывать, чтобы видели, как это происходит и знали, что это подписываю я, а не кто-то за меня. Я всегда делаю все сам. Сейчас я вам покажу. Вот видите, вот так раскрываюсь. Вот так вот делаю. Неудобнее было. Сейчас за что-то зацеплю красиво. Так. За планшетик. Сейчас я вам покажу, как я буду эту книжку подписывать. Вот так видно будет, видно будет, да. Вот видите, как-то так всех побили. Видим всех, отдали им. Слава Украине. Ну и вот мы говорим сейчас о трибунале в последнее время все чаще. То есть уже звучали резолюции, но это все политические заявления. Механизм пытаются разрабатывать. Возможно, в ближайшее время мы его увидим. Но это ведь может быть калька с трибунала по тому же MH17. То есть вот Гиркина, которого вы вспомнили, вот его обвинили. Его осудили. Он официально признанный террорист. Он виновен в гибели огромного количества людей, которые летели в этом самолете. Однако он прячется на территории Российской Федерации. И достать его нельзя. И почему-то вот Гиркина спецслужбы, ни западные, ни какие-либо другие, значит, не могут на той территории ликвидировать или вывести его, по примеру того же, например, Моссада. Вы думаете, с Путиным такое вероятно? Нет, здесь принципиально разные вещи. Во-первых, тот трибунал, который был по Гиркину, он, конечно, не это другой трибунал. Здесь надо специальный создавать. Это все уже инициаторы этого трибунала, который инициирует и Евросоюз, и другие страны, значит, ну, прежде всего, европейские страны. Там уже есть консенсус по поводу того, что нужно создавать специальный трибунал. Но я сейчас говорю о двух разных процессах. Один процесс – это трибунал. Но, опять-таки, для того, чтобы трибунал смог каким-то образом быть реальным, надо все-таки, чтобы подсудимого привезли. Потому что иначе это, ну, некое-то, так сказать, такое вот… Ну, не то чтобы насмешка, но, по крайней мере, все это не выглядит очень серьезно. Да, заочный трибунал, там человека судят, приговаривают, а человек в это время прекрасно себе живет. Значит, что касается Гиркина, то объявлена награда за его выдачу, и именно поэтому он сейчас не может оказаться на фронте, потому что либо его сдадут, либо, так сказать, его просто уничтожат. Но разница есть между Гиркиным и Путиным, согласитесь. Значит, и, в частности, ценность Гиркина как свидетеля по Боингу, она заключается в том, что очевидно, что, так сказать, главные виновники гибели вот этих трехсот людей в малазийском Боинге – это, конечно, не Гиркин и его команда, а его товарищи, а люди в Кремле, которые организовали вот эту передачу Бука на бандформирование ДНР. И ясно, что там ниточка ведет к Путину. Именно поэтому так нужен Гиркин как свидетель. Но речь идет о другой процедуре, одна процедура. Ведь у самого Бен-Ладена никто не судил, никакого трибунала не было по нему. Его просто уничтожили. Значит, существует два варианта. Для того, чтобы Путин оказался на скамье подсудимых на трибунале, нужно, чтобы Россия потерпела не просто поражение, а чтобы Россия капитулировала. Вероятность такого исхода, такого завершения войны, я считаю, крайне маловероятной. То есть представить себе, что война закончится тем, что Россия капитулирует, она не очень вероятна, прямо скажем. Потому что для этого нужно, чтобы кто-то там, я не знаю, занял Москву, оккупировал, так сказать, Россию. Ну, прямо скажем, на это ни охотников, ни желающих, ни, ну, что называется, техники исполнения этого дела, она как-то трудно себе представима. Вот такую страну, как Россия, в которой есть еще до чертовой матери ядерного оружия, ну, вот как-то так. Это выглядит фантастически. Это, конечно, так сказать, в мечтах отдельных романтиков существует, но вряд ли это можно реализовать. Речь идет о том, что в результате тотального военного поражения путинский режим просто рухнет по внутренним причинам, и война империалистическая перерастет в войну мафиозную. И вот в этот момент действительно, так сказать, кто-то может просто Путина выдать, потому что власть его просто будет обрушена изнутри, под действием, так сказать, поражения, под действием ударов украинской армии, но, подчеркиваю, рухнет изнутри. Вот в этот момент кто-то может его выдать. Но это процесс, во-первых, не стопроцентной вероятности, потому что теоретически мы живем в вероятностном мире, и гарантировать, что обязательно в результате поражения путинского режима Путин утратит власть, никто это гарантировать не может, и тем более я. Поэтому вероятность того, что Путин может сохранить власть, и в этом случае война продолжится до конца его жизни, но она просто будет идти по другим границам, и кровь будет продолжать литься. Поэтому я полагаю, что сегодня очень многие думают и напряженно думают над тем, чтобы уничтожить Путина, просто физически уничтожить, как военного преступника, как это было сделано с Усамой бен Ладеном, как это было сделано с главой корпуса Стражи Исламской революции господином Сулеймани. Это тоже должностное лицо, и он был уничтожен. Так что я думаю, что это, причем вот и тому, и другому предшествовали некоторые юридические процедуры, потому что США – это все-таки правовое государство, и, скажем, тот же самый Аль-Каида, который возглавлял Усамой бен Ладен, она была признана террористической организацией. И вот я думаю, что предшествием того, что по Путину будет принято именно такое решение, возможно признание России страной-террористом. Вот после этого теоретически возможно дальнейшее. Но это я сейчас уже сильно забегаю вперед, пока речь идет, так сказать, о том, что, да, действительно должен быть организован суд, международный трибунал, но это специальная институция, это не тот суд, на котором судили Гиркина и его компании. Это должна быть специальная институция, потому что глава государства – то есть это должна быть специально созданная конструкция юридическая. Так же, как специально созданной конструкцией являлся Нюрнбергский трибунал. Просто обычным судом их, конечно, судить никто не будет. Ну что, ребята, сейчас я вам покажу, с чем надо пить чай. Вот смотрите, что у меня есть. У меня в руках птичье молоко, гордон в шоколаде. Это вкуснейшее птичье молоко. Ничего лучше в своей жизни я не ел. И вот у меня в руках зефир гордон. Поверьте мне, ничего лучше в своей жизни я не ел. И это правда. Вот, посмотрите, они у меня на тарелочке. Вот они, птичье молоко и зефир. Вот такая красота. Теперь смотрите, что у меня есть. У меня есть чашечка. Обычная вроде чашечка. Вот я ее ставлю, беру чайничек и наливаю в чашечку. А теперь будем смотреть, что будет происходить с этой чашечкой. Я наливаю кипяток. Наливаю, наливаю, наливаю. Смотрите, что же с ней будет происходить. Ой-ой-ой, что с ней уже происходит. Посмотрите. Вот она, чашечка. Кто-то там проявляется. Мне кажется, это я. Отлично уже проявился. И теперь смотрите. Вот конфеточки. Не, ну это бомба. И вот зефирчик. Это две бомбы. На здоровье, ребята. Очень любопытно, друзья. Я уверен, у вас возникли мысли уже по поводу сегодняшних тем нашей беседы с Игорем Яковенко. Напишите их сейчас под этим видео. Возможно, ваши вопросы. Постараемся ответить на них в следующих наших интервью. Подпишитесь на YouTube-каналы нашего медиа-сообщества. Дмитрий Гордон, Алиса Басман. В гостях у Гордона для того, чтобы не пропустить новые записи. Также на YouTube-канал Игоря Яковенко. Еще одна тема, которую хотелось бы обсудить. По данным главного управления разведки, Путин дал приказ оккупировать Донецкую и Луганскую область до весны. Американский институт изучения войны говорит о том, что Кремль в очередной раз переоценивает свои силы, и у них не получится. Однако, к чему такая спешка? Видим, как просто забрасывают телами позиции сил обороны Украины. Вот Пригожин вообще на Медне сказал, что по сравнению со Сталинградом солидар значительно превышает потери. Однако на них Кремль идет для того, чтобы взять тот же Бахмут, в котором уже, собственно говоря, никто там и не живет. Почему вот эта спешка? Почему до весны? Ну, я не могу не отреагировать на приведенные вами цитаты из Пригожина, потому что действительно, ну вот, наш телевизор и наши депутаты очень российские, очень активно реагируют на всякое родо оскорбление памяти. Так вот, высказывание Пригожина – это просто плевок вообще в истории Второй мировой войны, потому что сравнить солидар при всем уважении к этому маленькому украинскому городку, который только что был поселком городского типа, 10 тысяч населения, и вот эта битва при солидаре, она, в общем, никакого ровно, абсолютно никакого значения ни тактического, ни стратегического не имела, но сравнить со Сталинградской битвой, ключевой битвой Второй мировой войны, в ходе которой погибло, ну, так сказать, потери безвозвратные были общие миллион человек, миллион человек, да, вот сравнить Сталинград с солидаром – это, в общем, ну, я думаю, что если бы кто-то другой, то истерика, так сказать, в телевизоре и в депутатском корпусе, она была бы до небес. Ну, бог с ним. Понятно, что эта нога у кого надо нога, Пригожин в данном случае не прикасает. Так вот, что, так сказать, с наступлением? Наступление, конечно же, готовится, наступление будет обязательно, причины сроков этого наступления, торопливости этого наступления заключаются в том, что Путину надо обязательно успеть до того, как Украина получит оружие, танки, которые обещаны в ходе Восьмого Рамштайна, и авиацию, которая обещана, ну, вернее, не обещана, извините, но готовится к Девятому Рамштайну. То есть, когда Украина получит вот эту наступательную триаду, вот этот бронированный кулак, танки, авиация, дальнобойная артиллерия, то наступление перейдет уже в Украину. И Путину очень важно до этого наступления совершить свое наступление и добиться каких-то результатов. Есть целый ряд причин, почему, так сказать, это наступление не увенчается успехом. Ну, там, отодвинуть линию фронта на запад на несколько километров, скорее всего, он сможет. Взять несколько населенных пунктов, там, географических названий, в которых уже не осталось давно, скорее всего, он сможет. Но серьезных успехов он не добьется по нескольким причинам. Одна из которых вам лучше, чем мне известно, это украинская армия, ее потенциал. Но есть два очень серьезных союзника Украины, которые находятся внутри России. Их очень мало упоминают, но это очень верные друзья Украины. Это, прежде всего, российская коррупция, которая уничтожила фактически возможность нормально снабжать российскую армию. В частности, я имена этих героев хочу назвать, потому что я считаю, что украинцы должны испытывать огромную благодарность к семейству чаек, которые расклевали Росрезерв, к семейству Патрушевых, которые разворовали огромное количество материальных ценностей в Росрезерве. И, конечно же, к господину Ротенбергу, одному из членов вот этой вот организованной спортивной бандформирования, в которой, собственно говоря, и вырастила Путина. Это люди, которым Украина должна быть благодарна за то, что они очень существенно подорвали потенциал российской армии. И еще один друг, большой друг Украины – это кадровая политика Путина. Потому что, понимаете, если бы, например, на месте Рогозина был человек, хоть чуть-чуть способный к управлению, то, наверное, Роскосмос был бы совершенно в другом состоянии. И военно-космические силы России были бы в другом состоянии. И если бы на месте Медведева был бы человек, способный хоть к какому-нибудь полезному труду, а не такое полное, тотальное ничтожество, человек, которому, в принципе, авторучку нельзя доверить, если бы на месте Медведева был другой человек, то, наверное, он сейчас же что делает? Он же сейчас главный по контролю за, так сказать, вооружением, за производство вооружения. Ну, условно говоря, вот в сталинском СССР таким человеком был Берия. Ну, вот просто понятно, да, я сейчас не хочу, так сказать, каких-то оценок господина Берии, но вот поставить рядом Берию и Медведева, и станет понятно, что такое кадровая политика Путина. Вот в Офисе Президента Украины недавно отреагировали на Слава Медведева, который обещал там объявить чуть ли не священную войну в случае ударов дальнобойными снарядами со стороны Украины по военным объектам в Крыму. И в Офисе Президента там буквально несколькими предложениями, значит, Михаил Подоляк отреагировал, и третье из этих предложений было такое «Никогда не слушайте Медведева». На этом ответ, собственно говоря, закончился. Вы, как я понимаю, согласны с таким комментарием, да? Ну, я не просто согласен, в отличие от господина Подоляка, я лично знаком, ну, естественно, немножко шапочно, но сталкивался с Медведевым, когда я работал генеральным секретарем Совета журналистов России, мне приходилось сталкиваться с ним на нескольких заседаниях, когда рассматривались вопросы отрасли, в частности бумажной. И, ну, просто мне приходилось лоббировать, так сказать, интересы медиа. Вот, и я просто убедился в том, что никакие бумажки, которые подписывают, то есть Медведев подписывает бумажку, которую, ну, вот, я, в частности, лоббирую. После этого приходишь в секретариат Медведева и спрашиваешь, ну, какая судьба, что дальше в этом шоу, какая судьба? Никакая, просто никакая. Медведев не контролирует собственную секретаршу. Это уникальный человек, который десятилетиями находился на вершинах российской власти и не создал не только собственной команды, он вообще ничего, за что он берется, все превращалось всегда в полное дерьмо. Поэтому пыль, вернее. Это уникальный человек. На самом деле именно поэтому Путин, так сказать, назначил его своим преемником когда-то. Потому что не представлял опасности. Он вообще никакой. Любой человек, которого Путин назначил, любой другой человек, он бы попытался закрепиться на этом месте. Он мог бы уволить Путина с должности главы правительства и остаться президентом. Но не Медведев. Потому что Медведев даже, у него просто авторучки нет в его собственном распоряжении. Когда Путин говорит, Медведев вернее, говорит, что Украина вся будет пылать, у Медведева даже спичек нет. Ему не доверяют зажигалку близкие. Потому что понимают, что это ничтожество, которое не может ничего в руках держать. Так что это большое счастье, что такие люди, кадровая политика, она воплощается в таких людях. Не дай бог, это была бы фигура соразмерная с таким величайшим злодеем, как Берия. Была бы другая совершенно страна. Но это путинская Россия. И это большое подспорье Украины. Еще одна тема, которую я хотел бы обсудить напоследок. Министр обороны Алексей Резников заявил о том, что Украина не будет, пообещал, дал гарантии того, что Украина не будет бить более дальнобойными снарядами по территории Российской Федерации. Однако напомнил, что Украина будет использовать все методы для того, чтобы освободить свои оккупированные территории. Естественно, здесь в первую очередь сразу в голову приходит оккупированный полуостров. Как вы считаете, как может отреагировать Кремль, если Украина после получения дальнобойных снарядов нанесет удары по военным, подчеркиваю, объектам в Крыму и по тому же, например, пресловутому Крымскому мосту и по точкам, по складам военным на территории, которую, например, Евгений Чечваркин называет «кощеевой смертью» оккупированной полуостровы? Уважаемый Алексей, вы сейчас ставите передо мной задачу проникнуть в пространство между ушами Путина и провести там какую-то рекогностировку. Значит, эта задача трудновыполнимая, потому что для этого необходим некоторый штат, некоторые исследования, клинические исследования, потому что человек действительно находится в альтернативной реальности. Единственное, что я могу сказать, у него есть чувство самосохранения, он все-таки не самоубийца, он очень любит жить и жизнь не хочет жить, поэтому я думаю, что каких-то, вот если не брать там, ну, все говорят о том, что в конечном итоге вот ядерное оружие. Нет, я думаю, что ядерное оружие он не применит, а все остальное – это могут быть очень тяжелые удары по мирному населению. Вот единственное, что Путин может сделать, ничего с украинской армией он сделать не сможет ничего. Это вот для меня совершенно очевидно. Что он сможет сделать? Ну да, вот если он, например, применит, значит, межконтинентальные баллистические ракеты, всякие там эти булава, сатана и прочее, вот этот вот железный хлам, да, это будет серьезный удар, это будут очень большие жесты среди мирного населения. Теоретически Путин это может сделать, потому что это можно делать не ядерным оружием, а конвенциональным. Вот это вот громадное международное преступление Путин может совершить. Но это все, вот больше ничего, потому что на самом деле все остальное упирается в то, что на Украину работают вот эти два союзника Украины – коррупция и кадровая политика. Вот серьезно чем-то ответить на поле боя Путин не может. Ну а для государственной политики, для режима Кремля, от успешной операции по уничтожению военных объектов на территории оккупированного полуострова, то есть то, чем так гордится президент России, то есть вот эта власть над этой территорией, для Кремля она в политическом плане как-то... Это будет ударом? Вы знаете, вот здесь мы вступаем еще на одну терра инкогнито, то есть на одну не очень хорошо известную землю. И здесь уже вот тут уже другая моя специальность, я по одной специальности психолог, по другой специальности социолог. Вот здесь другая неизвестная земля – это все-таки, так сказать, вот то, как устроена та часть российского общества, которая на самом деле должна отреагировать. А именно, это прежде всего военные, это чиновники, это та верхушка российского общества, которая в принципе способна отреагировать, и в конечном итоге, так сказать, путинский режим благодаря реакции этой части российского общества может рухнуть. Я очень надеялся, что очень сильная реакция будет на докупацию Херсона. Я ошибся. Вот Херсон, вот, что слону дробина, никак не отреагировал. Внешне никак не отреагировал ни российский телевизор, ни, так сказать, российская верхушка. Ну, я уж не говорю о российских гражданах, им вообще на все наплевать. Да, оккупация Крыма, скорее всего, будет серьезна. Возможно, реакция будет такая, что путинский режим начнет рушиться. И, возможно, после этого война империалистическая начнет перерастать в войну мафиозную. То есть, переместиться внутрь России. На это я очень надеюсь. Но сказать, что это наверняка произойдет, я не могу. По одной очень простой причине. На сегодняшний момент вот этот потенциал саморазрушения, так же, как мы совершенно не знаем, какой протестный потенциал таится вот под этой коркой безразличия российского общества, ну, российского населения. Общества в России никакого нет. Но мы, вот я знаю, что большинство западных аналитиков не увидели протестного потенциала, который таился в глубинах советского общества. Поэтому никто не предсказывал того, что произойдет распад Советского Союза. Но он произошел. Какой протестный потенциал таится вот под коркой безразличия, под коркой анемии полной российского общества, не знает никто. Точно так же, какой потенциал распада таится вот в российской верхушке. Я очень надеюсь, что Крым может стать детонатором. Надеюсь. Наверняка сказать трудно, потому что все это, так сказать, недоступное исследование. Друзья, Игорь Яковенко, журналист и бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации, сегодня был с нами. Еще много тем хотелось бы обсудить. Попробуем сделать это в следующий раз. Вы напишите ваши вопросы, комментарии по поводу нашей сегодняшней беседы. Мы постараемся ответить на них в следующих интервью. Также подпишитесь на YouTube-каналы Дмитрий Гордона, Олеся Басман, Гостях у Гордона и на YouTube-канал Игоря Яковенко. Спасибо, что смотрели. Игорь Александрович, спасибо, что нашли время. Было, как всегда, интересно. Спасибо, что позвали, Алексей. Всего вам доброго. Слава Украине. Героям слава.